На полях саммита Большой Двадцатки в Рио-де-Жанейро председатель КНР провёл двусторонние встречи с лидерами Франции, Боливии, Аргентины и Германии. Во время переговоров с Эммануэлем Макроном Си Цзиньпин подчеркнул, Пекин и Париж несут общую ответственность за то, чтобы направлять мировое сообщество к решению глобальных проблем. «Китай готов и дальше развивать гуманитарные обмены и сотрудничество с Францией в культуре и образовании, а также через молодежные и межрегиональные контакты. Надеюсь, наши страны будут эффективно использовать такие механизмы, как диалог высокого уровня по экономическим и финансовым вопросам». Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция заинтересована в укреплении дружеских связей с Китаем. Президент предложил расширять культурное взаимодействие и строить межгосударственные отношения нового типа. На встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем Си Цзиньпин отметил, что рассматривает Берлин как важного партнёра для продвижения модернизации в китайском стиле. Власти КНР намерены и дальше предоставлять немецким компаниям широкий доступ к национальному рынку. На переговорах с президентом Боливии Луисом Арсе Си Цзиньпин заявил о намерении Китая синхронизировать инициативу «Пояс и путь» с программой развития Боливии до 2025 года. «Необходимо расширять двустороннее сотрудничество в таких ключевых областях, как инфраструктура, сельское хозяйство, зелёное развитие и цифровая экономика». С президентом Аргентины Хавьером Милеем председатель КНР обсудил совместное продвижение пояса и пути. По словам Си Цзиньпина, Пекин планирует укреплять сотрудничество с Буэнос-Айресом в энергетике и горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве и цифровой экономике, развитии инфраструктуры и инноваций.